Накопление XRP Накопление XRP, создание новых кошельков, а также накопление биткоина и, кроме того, рост выкупа монет после майского обвала. Это то, что сейчас наблюдается на рынке криптовалюты. Несмотря на то, что сейчас все испытывают страх, а именно индекс составляет 29,100. Напомню вам, что мы длительный период времени находимся в страхе, когда люди не хотят покупать криптовалюту, не знают, что делать, не знают, что будет дальше. Мы можем сказать, что крупный игрок определенно не только создает новые кошельки, накапливает XRP, но они также киты накапливают и биткоин. Например, за последнее время, после обвала биткоина, в июне один из крупных китов, биткоин-кошельков, выкупил еще 3000 биткоинов, 1000 биткоинов, 3000, итого 7000 биткоинов, 7700. И в итоге уже выкуп переваливает за 800 биткоинов. И, конечно, баланс данного кита, биткоин-кошелька, он, конечно же, растет, потому что покупки были данного биткоин-кита около 32 тысяч долларов за биткоин в среднем. Что касается, в принципе, рынка криптовалют, что же интересного он нам сегодня поведает? Дело в том, что рынок криптовалют за последнее время действительно не в самых лучших кондициях. И именно хождение его, ну, немного заставляет задуматься. Почему? Потому что мы здесь видим, как длительный период времени на дневном таймфрейме крупный игрок здесь набирает свою позицию. То есть здесь он выкупает биткоин, да, это на дневном таймфрейме. И также на недельном таймфрейме мы пока что остановились. Соответственно, это говорит о том, что потенциально нас ждет, конечно же, рост по рынку криптовалют. Потому что, во-первых, все сейчас напуганы и ждут обвал. Во-вторых, этот обвал кем-то да выкупался. Он выкупался китами и, естественно, необходимо реализовать прибыль, которая, ну, собственно, здесь составит. И думаю, что в районе 100%, если мы с вами говорим про 100%, это опять-таки возвращение в район 58 тысяч долларов за биткоин. Если мы говорим про XRP, то же самое. Сейчас по XRP движение вниз остановлено. То есть мы увидели с вами первый мощный обвал. Ну и второй обвал, который, значит, пошел после коррекции к обвалу, который был в мае. И, естественно, здесь тоже у нас происходит, значит, накопление, конечно же, позиций. И это говорит о том, что потенциально игрок тоже реализует свою прибыль и выдвинет инструмент наверх. То есть все говорит о том, что коррекция после падения она будет и будет определенный рост. Он уже сейчас идет, но многие этого, конечно же, не видят. А ведь биткоинки резко нарастили баланс кошельков после майского обвала. И здесь это нужно отметить, что показано на графике то, как это все было и происходило. Кроме того, если мы с вами говорим о том, что же по итогу, какая конкретика, то, что в начале июля владельцы биткоинов ресурс с балансами от 100 до 10 тысяч биткоинов увеличили свои позиции на 60 тысяч биткоинов до 9 миллионов биткоинов. И подобными наблюдениями, конечно же, оперируют вот эти вот графики. Это довольно-таки круто, потому что здесь уже выкупали хедж-фонды, институционалы и так далее. Ну а пока что небольшая рекламная пауза. Ну а спонсор видеоролика – открытый и надежный проект, что выплачивает ежедневную прибыль от 3 до 9%. Это mix.eth.io. Инвестируя в данный проект, вы получаете на постоянной основе стабильный доход в эфире с минимальными рисками. Ведь данный проект выплачивает лучшие дивиденды на рынке за счет профессиональных трейдеров рынка с большим опытом. Рекомендую ознакомиться с данным проектом, ибо это один из лучших вариантов – получать стабильную прибыль на постоянной основе. Если мы говорим про институционалов, как раз таки, то они увеличили вложения в криптофонды впервые за 5 недель после обвала. И если мы видели, до этого после обвала не было ничего подобного, то сейчас это уже начинает быть. И наибольший объем в Ливане поступил в фонду биткоина – 39 миллионов долларов. Также нужно здесь отметить, что эфириум после 3 недели потери инвестиций наконец привлек 18 миллионов долларов. А альтконы, такие как XRP, Polkadot и Cardano, также фиксировали притоки в 1 миллион долларов. То есть мы можем сказать, что институционалы инвестируют не только в XRP, а вернее не только в биткоин и эфириум, а также XRP. Что касается, значит, интересного то, что биткоин вновь поднялся наверх, и RSI нам говорит о том, что пора расти. И здесь прослеживается бычья дивергенция. Кроме того, из интересных новостей нужно отметить то, что украинский монобанк, он позволит клиентам покупать биткоин. Но это уже что-то напоминает PayPal, да, потому что PayPal – платежная система, которая разрешала покупать биткоины в конце 2020 года. И с этого начался хайп биткоина. Вот сейчас уже мейнстрим перебрался на, значит, банки. И вот этот монобанк, он позволит клиентам покупать биткоин. И довольно-таки это все круто. Но, как мы знаем, что Украина – это там небольшая страна, ну, по сравнению с Россией, да. И, конечно, вливание денег будет меньше, чем в России. Но, тем не менее, это тоже некий такой интересный adoption для биткоина, потому что это стимулирует покупку, стимулирует рост криптоактивов и так далее. В первую очередь, конечно, это adoption. Если мы говорим про увеличение кошельков Ripple, да, то мы можем с вами сказать, что еще когда, значит, я недавно снимал видеоролик, это было примерно месяц назад, кошельков Ripple XRP было 3 миллиона. Сейчас этих кошельков выросло на 128 тысяч, да, почти 129 тысяч кошельков. Это говорит о том, что в XRP тоже есть приток, приток институционалов, приток денег, потому что мы все видим, что, значит, XRP больше всего хранят киты, которые имеют от 100 миллионов XRP до полмиллиарда XRP. И это довольно-таки круто. Это говорит о том, что, в принципе, здесь у нас вводятся крупные деньги. Ну и только потом мы видим, что идут, конечно же, мелкие игроки, именно инвестора, которые имеют там от 10 тысяч до 30 тысяч XRP. Таких кошельков, конечно, меньше. Вот здесь, например, суммарно это 1 миллиард XRP, да. И вот здесь от 25 тысяч до 50 тысяч XRP тоже 1 миллиард. То есть мы можем сказать, что здесь, конечно, больше всего, значит, суммарно XRP на хранение у богатых кошельков. Это от 100 миллионов до полмиллиарда XRP. И таких кошельков всего лишь 72, да. И эти крупные киты, игроки, они определенно что-то знают. В отличие от тех мелких, которые здесь, конечно, инвестируют не самые большие суммы XRP, да, имеют на своих кошельках. Но, тем не менее, нужно отметить, что балансы крупных кошельков, они растут. И это замечательно. Если мы говорим про баланс крупных кошельков в биткоине, то тут тоже мы можем заметить, что тенденция растет к тому, что биткоин покупается. Например, вот здесь, собственно, был некий такой трейдинг данного кошелька, когда было, значит, слито 1500 биткоинов. Я так понял, определенно они, эти биткоины, переведены были на биржу по курсу 40 тысяч 500 долларов, да. Напомню вам, что сейчас курс 33 тысячи долларов, да. И затем обратно данные биткоины выкупались. И выкупались, вот они здесь, то есть по 32-33 тысячи долларов, да. То есть, таким образом мы можем констатировать тот факт, что, значит, крупный кошелек, он играет на бирже и он умножает свои биткоины, да. То есть, здесь вышел, здесь обратно выкупил и так далее. Конечно, здесь намного сумма больше, да. Да, и невозможно было, в принципе, из таких биткоинов, 1500 биткоинов сделать там, вот здесь мы видим 4000, 4000 пускай 500 будет биткоинов. Но, кто знает, возможно, в принципе, это и была игра на бирже. И вот такой вот азартный человек, кит, взял и, собственно, приумножил свои биткоины. То есть, биткоины у данного кошелька, они приумножаются. И сейчас на данном кошельке их 115 612 штук. Баланс данного кошелька 3,9 миллиарда долларов, если мы будем округлять. Поэтому, по итогу, что можно сказать, что определенно, если мы говорим про каких-то там небольших скачках, про волатильность, то определенно на этом и играют крупные игроки. Они приумножают свои монеты. Я считаю, что подобный алгоритм также будет важен с XRP. Например, вы продали XRP по доллар 90, да, и затем выкупили его, там, пускай по доллару. Это уже плюс, потому что вы можете купить больше XRP, естественно, здесь то же самое с биткоинами. И я считаю, что необходимо именно так и делать. И, конечно, холдеры, возможно, в каком-то плане выигрывают, да, потому что они не занимаются такими телодвижениями. Да, но и в итоге мы можем сказать, что приумножить всегда свою криптовалюту – это очень круто. Ну, а что касается телеграм-канала, вступайте в него. Здесь я показываю сделки, выход и вход. Собственно, также смотрите видеоотчеты и богатейте. А с вами был Криптовтей. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Надежный проект, с которого можно получать от 3 до 9% ежедневной прибыли – это mix.idk.eu. Рекомендую ознакомиться. Ссылка на проект в описании под роликом. Продолжение следует...